Легко ли своими силами построить летательный аппарат? Даже если летает он довольно низко, скажем прямо, движется в нескольких сантиметрах от поверхности, на воздушной подушке. Оказывается, для создания такого аппарата совсем не обязательно участие мощного КБ. Знакомьтесь, этот аппарат называется ГЕРИС. В принципе, аппарат двухместный, значит, при полной заправке и при двух человек от нагрузки это всего 360-380 килограммов. Рабочая масса. Вы видите испытания прототипа. Они проходили 4 года назад. С тех пор ГЕРИС оброс обтекаемым корпусом, пока что виртуальным, и набрал скорость, пока что теоретическую, в 120 километров в час. Это очень ощутимая скорость. Надо помнить, что это все происходит не на асфальте, не на бетоне, а на поверхности воды или на поверхности заснеженной. Там, где в ровной поверхности практически нет. Это только теоретически издалека. Ну что же, есть или, вернее, будет аппарат на воздушной подушке с неплохими тактико-техническими характеристиками. Но для чего его можно использовать? Самое лучшее для спасения на воду. Скажем так, спасательная станция обыкновенная, да, на воде. Значит, красивые девушки, которые бегают с такими, с поплаками, к тому времени, когда они добегут реально от станции до кромки воды, они уже не будут способны просто доплыть до того объекта, который они собираются спасать. Ну, плюс, к этому нужно еще приплюсовать время, его уже спасать к этому времени не нужно, да. Значит, мы предполагаем, что аппарат будет способен там достигнуть, ну, на удаление 500 метров в течение полутора-двух минут. Впрочем, области применения – дело будущего. Гораздо интереснее, что Геррис управляется значительно лучше и точнее, нежели другие суда на воздушной подушке. Движение похоже на движение автомобиля на лысой резине по абсолютно гладкой поверхности, по льду, скажем так. То есть единственное, что ими позволяет управлять, это угловой разворот и поворот вектора тяги в том направлении, в котором вам нужно двигаться. Иногда это движение осуществляется с курсовым углом к направлению движения, вот, самого аппарата под углом, скажем, 90 градусов. Значит, все это диктует необходимость очень быстрого разворота на необходимый угол. Быстрого и точного. Значит, вот патентом зафиксировано решение, которое позволяет сделать аппарат таким образом. И что интересно, этот аппарат создало небольшое КБ, а коллектив специалистов, которых едва наберется с десяток. Правда, за их плечами стоит большой опыт работы над отечественным шатлом Буран и знания компьютерного проектирования. Это такая, может быть, нудная работа, но она позволяет в конце концов создать проект очень высокого уровня. То есть в этом проекте нет несоответствий. Крыло состыкуется с фюзеляжем, обязательно. Мы это проверяем, значит, и нас проверяет компьютер. Осталось выяснить, что за странное название придумали конструкторы для своего аппарата – Герис. Герис – это водомерка. Латинское название водомерки, жучка, которую мы все знаем хорошо. Конструкторы водомерки пригласили нас на официальное испытание в сентябре 2008 года на авиасалоне в Геленджике. Так что продолжение следует.